Я горжусь своей жизнью, прожитой жизнью, вне зависимости от того, что она у меня была очень трудная и непростая. Я нигде не дрогнул, я везде шел прямо, я нигде не сделал шага в сторону, налево и тем более назад. Я никогда никого не боялся. Я всегда иду прямо в жизни. Нет на земле ни одного человека, которому я не мог бы смотреть прямо в глаза. Я всем смотрю прямо в глаза. Худого и невысокого 64-летнего человека мгновенно окружают несколько спецназовцев в камуфляже, масках и с автоматами. Наручники заключенного не снимают ни на секунду. Из вещей у него только книга, которую он не выпускает из рук. Бронированный форт трогается с места и движется в сторону СИЗО «Матросская тишина». В это утро в Москву вернулся Вячеслав Иваньков, вошедший в историю российской криминалистики как вор в законе Япончик. Моих близких, которых я много знал, много времени знал еще в то время, когда они жили в России, они говорят, Вячеслав, а что возвращаться? Ну, столько ты отмучился там и прочее. Что у тебя там? Самая большая загадка в длинной криминальной биографии Вячеслава Иванькова заключается как раз в том, почему он приехал в Россию. Он мог остаться в Штатах, в эмиграционной тюрьме, а затем уехать куда-нибудь на Багамы. Но он вернулся и привез с собой всего одну вещь, книгу, брошенную им же самим в ворот СИЗО «Матросская тишина». Вячеслав Иваньков, он же Япончик, он же Слава Японец, он же ассирийский зять, он же дед, читал историческую хронику. Книга называется «Царь славян». Информация к размышлению. Вячеслав Иваньков. Кличка Япончик. Год рождения 1940. Вор в законе. Коронован в 1974 году в бутырской тюрьме. По данным российского МВД, лидер славянских криминальных группировок страны. ФБР США считает Иванькова крестным отцом русской мафии во всем мире. По информации МВД, Вячеслав Иваньков за последние 30 лет прошел путь от боевика в банде вора в законе по кличке «Монгол» до главы преступного сообщества России. Четырежды судим. В СССР самый крупный свой срок 10 лет отбывал в Тулуне, Иркутская область. США был осужден за вымогательство на 9 лет и 7 месяцев. 14 июля 2004 года депортирован из Соединенных Штатов. Согласно личному желанию Иванькова, доставлен в Россию. В данный момент находится в следственном изоляторе «Матросская тишина». За всю свою жизнь дал единственное телевизионное интервью. Я не знаю, какая организованная преступность и что там есть. Какая организованная преступность. Мне трудно судить. Мне трудно судить. Я не являюсь специалистом. По какой-то организованной преступности, по какой бы то не было вообще. В Советском Союзе организованной преступности не было. Такова была официальная точка зрения МВД. Но скрыть появление в Москве жестокой и неуловимой банды под предводительством Гены Корькова, вора в законе по кличке Монгол, все же не удалось. Слухи приписывали Корькову и его бригаде самые жестокие убийства и грабежи. Именно в этой банде Вячеслав Иваньков начал постигать свои первые криминальные университеты. В 70-м году Иванькову исполнилось 30 лет. Он закончил цирковое училище по специальности акробат. Был отлично подготовлен физически, занимался боксом. Сначала это было просто рекет. Находили богатенького человека, его грабили, ставили на счетчик, ставили на деньги. Потому что он преступник, он не пойдет заявлять. Он не пойдет заявлять. То же самое было, когда, помните, преступление возле березок. Возле березок обмен чеков. Чеки, допустим, на рубли. Валюта на рубли. Оперативники МВД рассказывают, что именно Иваньков предлагает искать потенциальных жертв из числа подпольных миллионеров, работников торговли и богатых цеховиков. Особенно несговорчивых бандиты вывозят за город, где заживо кладут в гроб, закрывают крышку и начинают заколачивать гвозди. Все это происходит возле заброшенных кладбищ. Жутковатая театральная постановка заставляет любого развязать свой язык и кошелек. Но, как правило, такие потерпевшие после налета или грабежа в милицию не обращаются. Человек вроде бы сам совершает преступление. И вот они тоже влезали в эти сделки, зная, что они не пойдут в заявление в милицию, потому что они сами совершают какое-то право наружение. Преступление совершают. И поэтому постепенно они поняли, что на этих людях, которые занимаются не совсем легальным делом, можно зарабатывать хорошие деньги. И они стали зарабатывать эти хорошие большие деньги. Монгол разглядел в Вячеславе Иваньковине заурядный криминальный талант. Молодой япончик считается прекрасным психологом. Всегда вежлив и обходителен с дамами. Не пьет и не курит. Но когда надо, фантастически упрям и патологически жесток. Так характеризовали его оперативники МВД. Они поражались хитростей и изобретательности япончика. Он неординарная личность. Он человек очень способный. Он человек, если говорить о том, что он в борзаконе и так далее, как говорят обвинения, он очень начитан, он интересен. Да, у него внешность сильного человека такого, да. Он может посмотреть так, что как-то подумаешь о том, что он лучше ему не перечит. Это я видел в его взгляде, в его волевом сильном лице. Говорят, что свое криминальное прозвище Иваньков получил не за раскос и разрез глаз, а за успехи в японской борьбе джиу-джитсу. Скоро вся страна будет знать его под этой кличкой. Япончик. Я никогда никого не боялся. Я всегда иду прямо в жизни. Нет на земле ни одного человека, которому я не мог бы смотреть прямо в глаза. Я всем смотрю прямо в глаза. В 1972 году оперативники Мура арестовали костяк банды Монгола. Иванькова им поймать не удалось. Япончик имел к тому времени лишь одну судимость – за квартирную кражу. И медицинский диагноз – хроническая шизофрения, поставленный в 1965 году врачами психиатрической больницы имени Кащенко. К моменту ареста Геннадия Корькова и его группировки Вячеслав Иваньков был богат и уважаем в преступном мире. Монгол отправился в зону, а Япончик стал криминальным королем Москвы. Его правой рукой был молодой коммуникабельный грузинский предприниматель Атари Квантришвили. Дружеские отношения они сохранят на долгие годы. Но в 1994 году Атари будет убит. Другое дело, что он кого-то не устроил или не устраивал. И, может быть, он уже прогрессировал в каком-то своем росте, может быть, уже интересовался политикой, стал неугоден. Поэтому его уничтожен. Я не хочу называть фамилии, хотя я представляю, кто это сделал. В 1973 году в Муре заводят специальное агентурное дело по оперативному наблюдению за группировкой Япончика. Иваньков проходит под псевдонимом Наглец. Его знает уже вся Москва. На входе в любимый им ресторан «Русь» оркестр играет «Славься». Именно здесь происходят события, изменившие всю дальнейшую жизнь Япончика. В марте 1974 года Иваньков с друзьями ужинает в ресторане. За соседним столиком сидит грузинский вор в законе Гога Тбилисский. Неожиданно он встает, подходит к девушке, которая танцует с Иваньковым, и словно шпильку втыкает ей в прическу 100-рублевую купюру. Начинается драка, затем стрельба. У Япончика оружия нет, и доподлинно известно, что сам он в Гогу Тбилисского не стрелял. Но Иванькова все же арестовывают. Он впервые оказывается в бутырке. В тюрьме он пробудет полгода, и 18 ноября 1974-го выйдет на свободу. Но совсем в другом качестве. В 34 года Вячеслав Иваньков станет самым молодым и самым знаменитым вором в законе – белой костью преступного мира. Коронация произойдет именно в бутырской тюрьме. Вор в законе, или человек, который исповедует эти законы, который пытается жить по этим законам, он не имел права иметь семью. Он не имел права работать. Он не имел права иметь постоянного места жительства. Он не имел права иметь какую-то собственность. Ну а то, что не имел права контактировать с правоохранительными органами, не имел права встречаться, будем так говорить, с представителями власти, с органами власти, это само собой разумеется. Институт воров в законе мог родиться только в системе советских тюрем. Но сейчас, как и раньше, тюрьмы делятся на розовые, красные и черные. В черных зонах правят воры и авторитеты, в красных – администрация. В розовых процветает стукачество, и тюремным начальникам очень выгодно таким образом держать под контролем свой контингент – убийц, воров и насильников. Вообще-то движение в роззаконе, оно было инициировано органами НКВД для того, чтобы держать в повиновении массы политических заключенных в зонах. Это было выгодно, это было удобно. Уголовникам, уголовникам отравилась роль как бы внутреннего контроля, внутреннего надзора, и методы, которые они применяли, они были достаточно жестокими. Это беспредел, это запугивание, это террор. После принятия воровской клятвы, Иваньков разводится с женой, представительницей знатной ассирийской семьи. Но отношения с ней и двумя сыновьями поддерживать продолжает. Вознесение на вершину криминальной иерархии делает Иванькова неприкасаемым. По воровским законам ему нельзя нанести оскорбление и тем более убить. С 1974 года япончик контролирует денежный общак – воровскую казну, куда отчисляют деньги все подконтрольные ему группировки. В это же время МВД и КГБ пытаются провести вербовку среди лидеров преступного мира, надеясь привлечь их в свою оперативную агентуру. Но игра чаще всего идет по воровским правилам. Чаще всего получилось так, что мы, оказывается, играли на них. То есть они давали информацию на своих конкурентов, цветную информацию, правдивую информацию. Мы ее реализовывали, убирали какого-то его конкурента. Арестовывали, изымали, что-то такое, сажали в тюрьму. Вот. Происходил другой авторитет, давал другому оперативному подразделению аналогичную информацию или подобную информацию против его конкурентов. И происходило так, что они воевали между собой нашими руками. По мнению сотрудников МВД, Вячеслав Иваньков настолько одержим воровской идеей, что даже имея 100-200 тысяч рублей наличными, может пойти на самое мелкое преступление. В 1976 году на Петровку поступает заявление от театрального администратора, который обвиняет Япончика в вымогательстве автомашины и двух тысяч рублей. Встреча назначена в 9 часов вечера 15 июня у театра Советской армии. Оперативники блокируют площадь. Япончик сразу замечает слежку и пытается уйти от погони на автомобиле. Завязывается перестрелка. Правда, почему-то впоследствии гильз никто так и не нашел. Или же не хотел искать. Свидетелей тоже не оказалось, а Иванькова так и не поймали. Брошенную им машину нашли в районе Новослободской улицы. Там было очень интересное, такое полудетективное дело. Его пытались задерживать, он отстреливался якобы, умчался на одном колесе, из четырех колес, три было пробито пулями задерживающих. Но все-таки он удрал. Япончика задержали 5 октября 1976 года в центре Москвы. И для начала припроводили в Институт судебной психиатрии имени Сербского. Здесь выяснилось, что Иваньков страдает шизофренией, как и в далеком 65-м году. Япончик сразу заявляет, что он симулировал заболевание. Для вора в законе такого ранга лечиться в психушке оскорбительно. В медицинской палате он проведет почти год. К этому времени обвинения чудесным образом развалятся, и Вячеслав Иваньков выйдет на свободу прямо из зала суда. При коммунистическом режиме я находился и в психиатрических заведениях, то есть это крытые тюрьмы, это спецбольницы. То есть я прошел все виды карательной медицины. Я был в гулаговских застенках, по-другому их не назовешь. В конце 1981 года Вячеслава Иванькова все-таки посадили. Причем надолго. Япончик обвинили в вымогательстве грабежей и нанесении тяжких телесных повреждений. Суд приговорил его к 14 годам тюремного заключения. Широкой огласки это дело не получило, так как по нему проходили несколько спортсменов, входивших в сборную СССР на Московской Олимпиаде-80. Иваньков был отправлен в Тулун. Эта тюрьма в Иркутской области отличалась особой строгостью. Но япончик прибыл туда уже как признанный воровской авторитет. Ему это давало, будем так говорить, положение в зоне, положение в тюрьме. И он выступал как третейский судья. Как третейский судья даже между сидельцами зоны и администрацией. На зоне япончик, доказывая свою власть и отстаивая воровской кодекс, успел отличиться дважды. За что и был судим уже в Тулунской тюрьме. Сначала он ударил за точкой заключенного. Затем разбил табуретку о голову надзирателя, порвавшего на глазах Иванькова письмо от матери. Это он не мог простить. И так получилось, что они встретились в больничке. И появился этот человек, который вызывал у него отнюдь не симпатию в связи с тем, что он сделал. И он, имеющий табурет, ударил его по голове. Вот такой конфликт. Богатой криминальной биографией Вячеслава Иванькова КГБ СССР заинтересовался еще в 1980 году. У Лубянки был свой подход к элите воровского сообщества. На япончика просто не могли не обратить внимания. Первая попытка контакта будет сделана в 1983 году. Я не могу оценивать работу Лубянки, как она играла с ворами в Закоме, но время от времени, будем так, просьбы, звонки оттуда раздавались. Не заниматься этим, не заниматься другим. И да, раздавались такие звонки. И они играли еще более глубоко, конечно. И они прорабатывали схемы, экономические схемы уже. Под флагом защиты экономических интересов. Представители КГБ СССР посетили япончиков в Тулуне после громкой кражи в Москве. Был совершен дерзкий налет на квартиру Мстислава Ростроповича. И Ванькову предложили дать информацию о предполагаемых преступниках. Взамен офицеры КГБ предложили сократить срок заключения. К нему пришел ответственный работник КГБ и говорит, вот, понимаешь, в чем дело, дано указание, чтобы это преступление было раскрыто, потому что это политика. Сделка. У нас нет официальной сделки. И тогда ее не было, и сейчас. Стаешь воров, которые взяли в эти квартиры, раскрывается преступление, мы ограничимся теми 8-9 месяцами, которые ты находишься. Вот нас интересует это. Значит, разговор затянулся за полночь. Вячеслав Кириллович говорит, я не могу сдать этих людей. И когда уже он достал Вячеслава Кирилловича, и все, он уже почти спал, он говорит, ну что же, говорит, господин генерал, теперь вы будете разговаривать не со мной, вы будете разговаривать с другими. Он говорит, с кем? Нас двое-двое в камере. Он достает ботинок и ставит между им с собой на стол. Вот сперзает с ботинком. Генерал выскакивает из камеры, а Вячеслав Иваньков получает 14 лет. За годы, проведенные в Тулунской тюрьме, Иваньков совершил около 70 нарушений режима. Он не работал, не выполнял требования администрации, постоянно попадал в карцер. В Москве тем временем происходили весьма странные события. Кто-то явно считал, что икончик гораздо полезнее на свободе. Подробности кампании по его досрочному освобождению до сих пор опутаны тайной. И когда уже сказали, что, значит, уже там надо было, могла быть какая-то опасность, сказали, кто может вообще с чеченцами разобраться, кто может быть вообще здесь Москву поставить на место. И человек, который у него нет в живых сейчас, очень авторитетный человек, с мировым именем, он сказал, что есть такой человек. Вот, он сидит там-то. И тогда, значит, Ельцин обратил внимание, точнее говоря, Ельцин, сказали, что есть такой человек, который мог бы вести порядок. И вот тогда в Москве появился Вячеслав Кириллович, потому что он нужен был, и он мог тогда сделать все это. На его счету очень много уголовных подвигов. Доказана из них небольшая часть, наверное, меньшая часть, можно так сказать. Освободился он за крупную взятку, насколько мне известно. Взятка эта прошла на очень высоком уровне, вплоть до Верховного суда СССР, насколько известно нам это было. На осуществление операции по освобождению Вячеслава Иванькова были брошены крупные силы. В Верховный Совет десятками направлялись жалобы и протесты на необоснованно суровое наказание, вынесенное чуть ли не узнику совести. Прошение о досрочном освобождении Вячеслава Иванькова писали правозащитники, врачи, депутаты, артисты, политики и спортсмены. Действительно это было, потому что его супруга ко мне пришла и сказала, что вот ее муж уже отсидел достаточно большой срок, и у нее болеет сын, она сама болела каким-то заболеванием, по-моему, гинекологического характера. И что, может быть, все-таки рассмотрит суд повторно его дело, если он вел себя нормально, может быть, действительно, его тогда освободят, чтобы не развалилась семья. 5 января 1991 года Вячеслав Иваньков был выпущен на свободу по личному решению заместителя председателя Верховного суда СССР Анатолия Меркушева. Когда его освобождали, там наехало 500-700 человек со всей страны. Его сопровождали вертолеты, оперативников, машины. Я это... там, в Иркутске... Там все, все вокзалы, все аэропорты были, все там, все блокилось. Там вообще было то ли национальное бедствие, то ли чрезвычайная ситуация. Все были подняты на уши. Приехали оперативники из Москвы, с Иркутска. Вертолет машину сопровождал, когда он уезжал. В Москве Иванькова встречали как героя. Ресторан гостиницы «Метрополь» гулял всю ночь. Банкет обошелся устроителям более чем в полмиллиона долларов. На поклон к освобожденному Япончику в тот вечер съехался весь столичный бомонд. Народные артисты с удовольствием встречались с ними, с удовольствием пели на их сходниках или на их днях рождения. Они общались с семьями, они общались непосредственно, один на один. Для тех и для других это вроде было бы как бы щекотало нервы. Появление Япончика в Москве ознаменовалось резким обострением отношений между славянскими и чеченскими преступными группировками. Вероятно, спецслужбам было выгодно чужими руками расчистить криминальный мир. Одна банда перестрелила в другую, ну, черт с ним. Меньше будет, меньше проблем будет. Хотя это преступление. Если можно было предотвратить, мы бы, конечно, выставились бы, собрали бы трупы, задержали бы кто-то, кто это совершил. Но оценка была именно такой. А волки друг друга перегрызли. 1991 год. Год криминального передела. Кавказские банды резко сдали свои позиции. Их место заняли объединившиеся в одну команду славянские преступные кланы. Крупные финансово-промышленные группы срочно меняли своих покровителей, так называемую крышу. В Москве установился новый порядок. К концу 91-го рухнула не только страна, перестроился и весь советский преступный мир. Спецслужбы внимательно следили за переделом криминального сообщества. Миссия Япончика была выполнена. Заново поделенный город жил теперь по другим законам. Так Иванькова использовали впервые. Впрочем, быть может, сам он об этом не знает. Он, когда разобрался, он понял, что он попал в такое месиво, в такую кашу, где там жили. И он вставал и не знал, доживет он до вечера или нет. Поэтому было трудное, но правильное решение уехать. Он хотел начать новую жизнь. Он от всего устал от этого. Летом 1992 года Вячеслав Иваньков принял решение покинуть Россию. Скорее всего, это было самостоятельное решение. Но ему могли и намекнуть, что его считают лишним на криминальной карте страны. Информация, что убийство Япончика уже заказано, поступила в спецслужбы осенью 91-го. Но КГБ и МВД действовали каждый сам по себе. Оперативники МУРа установили наблюдение за 117-м отделением милиции Москвы, куда Иваньков, когда срочно освобожденный, должен был приходить отмечаться. Но Япончик там даже не появился. Столичные милиционеры сразу же объявили его в международный розыск. Практически тут же выяснилось, что Иваньков каким-то образом прописался в маленькой деревеньке Веселовского района Ростовской области. У оперативников появилось подозрение, что Япончика кто-то специально прячет. Лубянка же на контакт с МВД не шла. Сотрудники КГБ лишь скупо поделились информацией, что высокопоставленный сотрудник ЦРУ США запросил у них досье Иванькова. А дальше состоялось стремительное, почти сказочное исчезновение короля преступного мира. В марте 92-го он оказывается в Германии, а еще через две недели в США. В Шереметьево-2, как память о нем, осталась таможенная декларация. Иваньков при выезде из страны имел при себе 130 долларов, золотое кольцо и крест. Каким образом человеку с непогашенной судимостью и поддельным паспортом удалось пересечь три границы, до сих пор загадка. Он уехал туда по подложным документам, не больше, не меньше, как оператор одной съемочной якобы группы. Вот это, кстати, тоже ведь пример коррупции. Кто ему выездные документы за грандпаспорт оформлял, значит, так, тоже признак коррумпированности нашего государства. ФБР сегодня утверждает, что его документы были фальшивыми. Получается, что в 92-м году на это решили не обращать внимания. Но если верить версии об интересе к япончику со стороны ЦРУ, в США прекрасно знали, кто и зачем приехал в гости на Брайтон-Бич. Сначала был фильм, надо было прокомментировать, это детская тематика. Позже были предложения поставить фильм на моей биографической основе. Потом, значит, поступило предложение о написании книги. Два предложения. Одно я отверг, одно принял. Вот, занимался написанием книги. На фоне стремительного и загадочного отъезда Иванькова в Соединенные Штаты, совершенно незамеченным остался криминальный эпизод, который произошел в феврале 1992 года в московском ресторане «Фидан». Двое неизвестных мужчин славянской наружности, по версии следствия воры в законе Вячеслав Слива и Вячеслав Иваньков, в упор расстреляли двух турок и ранили третьего, после чего стрелявшие скрылись. Дело об убийстве в гардеробе ресторана «Фидан» было возбуждено 29 февраля 1992 года. Гардеробщик вроде бы узнал в одном из стрелявших Вячеслава Иванькова, но потом об этом забыл. Спустя три месяца дело будет приостановлено по причине неустановления лиц, совершивших преступление. И вдруг, спустя семь с половиной лет, дело будет начато вновь. И уже в апреле 2000 года Вячеславу Иванькову заочно предъявят обвинение по 102 статье. Обвинение в убийстве. 31 января 2000 года вступает в силу договор о правовой помощи между Россией и США. Обвинение Иванькову предъявляют через три месяца после подписания этого документа. Для возвращения на родину Япончику созданы все юридические условия. Или почти все. Похоже, кому-то в Москве Вячеслав Иваньков вновь оказался очень нужен. Но зачем, станет ясно значительно позже. Пока же в 93-м году въехавший в США Япончик селится в Бруклине, заводит новые знакомства на Брайтон-Бич и ведет себя по-иммигрантски тихо и мирно. Он жил себе в Нью-Йорке. Потом они с военной комиссар, с его нынешней девушкой от невесты, купили кооператив на Брайтоне. Совершенно легально заполнили все бумаги. Бумаг были сотни, я их все видел. Он, в общем, он не скрывался, работал в фирме здесь или в двух. В общем, имел счета в банках, покупал машину на свое имя. Он совершенно не прятался, в подпольной жизни ни дня не вел. Другое дело, что Вячеслав Кириллович, являясь человеком порядочным, справедливым, который никогда не пройдет мимо какого-то нарушения в отношениях между людьми, наверняка был для какой-то части населения без предела, как мы привыкли называть, своего рода заслоном. Говорят, что до сих пор где-то в кабинетах спецслужб пылится оперативная справка, в которой якобы расписан неожиданный визит Вячеслава Иванькова на родину в 1993 году. Причина этого посещения, видимо, заключается в том, что после отъезда Япончика криминальная война в Москве вспыхнула с новой силой. В столице были убиты преступный авторитет Сильвестр, воры в законе Бобон и Глобус. Во время бандитской разборки на улице Большая Якиманка в двух шагах от здания МВД погибает Амиран Квантришвили, брат ближайшего друга Иванькова, Атари. Существует версия, что Япончик был вынужден прилететь в Москву на воровскую сходку. Информация о том, что брат друга застрелен чеченцами, потрясла Иванькова. Москва оказалась на грани новой криминальной войны. Чтобы навести порядок в своей столичной водчине, легендарный вор в законе пересек полмира. Более того, когда в начале 1994 года у выхода из Краснопресненских бань был застрелен Атари Квантришвили, Япончика ждали на похороны. Десятки оперативников МВД следили за территорией Ваганьковского кладбища. Но так и не заметили знакомого лица. Если Иваньков и был в Москве, он сумел и приехать, и покинуть Россию незаметно. И беспрепятственно дважды пересечь границу Соединенных Штатов. Агенты ФБР, видимо, этого не заметили. Это особенно странно, если учесть, что в 1994 году Америка переживала очередной этап мафиомании. В каждом русском здесь видели мафиози. В аэропорту, допустим, приезжает, проходит таможенный осмотр представителей России. Будет то всемирно известный спортсмен, ученый, великолепный артист, талантливый, великолепный бизнесмен. Все ассоциируется с организованной преступностью. Мафия. Что для меня было интересно и неожиданно, русские занимались практически всем, чем можно в криминальном мире. Это были организованные преступные группы, это было мошенничество, это были убийства, это была торговля наркотиками и так далее. И я вдруг увидел, что среди русских не только гуляют огромные деньги, но и уровень насилия необычайно высок. Первым крестным отцом русскоязычной криминальной группировки на Брайтон-Бич принято считать одесского эмигранта Евсея Агрона. Он называл себя вором в законе старой формации, хотя таковым не являлся. На него было совершено несколько покушений. Однажды пуля попала в шею и там застряла, после чего пол лица Агрона было парализовано. Когда он улыбался, собеседники холодели от ужаса. Евсей Агрон был убит в конце 75-го года на лестничной клетке собственного дома. И когда появился Агрон, к нему шли на суд, и он вершил его. За ним укрепилась репутация крестного отца, действительно. Он был в меру жесток, в меру справедлив, кормил бедных, давал маленьким детям карамелики, одновременно возил с собой штырь для забоя скота. Такова репутация. Буквально на следующий день после смерти Агрона на Брайтоне появился новый король. Еще один одессит – Марат Балагула. В 86-м году его обвинили в махинации с кредитными карточками. И он сбежал на Багамы. Но на Брайтоне уже царил беспредел. С приездом Вячеслава Иванькова в 1992 году ситуация кардинально меняется. Япончик беспрекословно признан новым крестным отцом, который связал Брайтон с далекой родиной. Я занимался своей работой, я занимался написанием своей книги. Я ни с кем здесь не общался. У меня очень узкий круг общения был. Очень узкий. Фактически моя женщина с кем я живу. Мой сын в своей семье. Один-два человека и прочее. А все остальное – это бред. А в Соединенных Штатах Америки он оказался как бы папой. И к нему ездили люди на консультации, на инструктажи. Ведь есть достаточно серьезная информация о том, что он не Робин Гуд. Он собирался, он планировал организовать канал поставки сюда наркотиков. Очень серьезный канал наркотиков. Офисом и одновременным местом отдыха Иванькова становится ресторан «Парадайз». Сюда к япончику приходят за помощью, за советом или же просто познакомятся. В роли третейского судьи ничего противозаконного нет. Поэтому все усилия ФБР найти хоть какой-то компромат на Иванькова рушатся, как карточный домик. Авторитет япончика непререкаем. Ему не нужно что-то у кого-то отбирать. Никогда от этого тоже не отпирался. Были показания на процессе, что, скажем, получая 200 тысяч долгов, он получил половину. Но он опять же мне сказал, что я ничего не просил. Если кому-то хотел оплатить мой сотовый телефон, сколько угодно. Прокат машины, сколько угодно, что я буду. Отказываться человека обидеть нехорошо. Время финансовых пирамид и банков-однодневок. История банка Чара до боли похожа на десятки финансовых афер с родни МММ. Пока обманутые вкладчики плавно перетекали из одних очередей в другие, их деньги переводились за границу, в зарубежные банки. Миллионы долларов шли в американские финансовые институты чуть ли не ежедневно. Туда же, в США, убегали обанкротившиеся банкиры. В их числе были и граждане России, Волков и Волошин. Приехав в Нью-Йорк и открыв фирму Summit International, они растворились где-то на Манхэттене вместе с 4 миллионами долларов банка Чара. Первым о прибывших гастролерах узнал Вячеслав Иваньков. Сотрудник Чары Рустем Садыков попросил Япончика помочь вернуть украденные деньги. Деньги Чары, Волков и Волошин, с ними, они работали под патронажем одного высокопоставленного чиновника МВД. Фамилию я пока не выяснил. Ну, выяснил. Они эти деньги никуда, они, говорят, в казино проиграли, пропили. Из двух банков они деньги взяли. Почти 7 миллионов, что-то вернули. Ну, 5 миллионов-то в общей сложности ушло. Вячеслав Иваньков заинтересовался этой суммой. Впоследствии на суде один из бывших товарищей Япончика скажет, что Иваньков эти деньги никому возвращать не собирался. Но присяжных такие показания произведут должное впечатление и окажутся решающими при вынесении приговора. Позвонил по телефону, господа, вам придется рассчитаться. Вот фраза была, которую американская Фемида расщирпала, как они описали в приговоре, что «А звонок такого авторитетного вора – это как вымогательство рэкетта». А рэкетт для американцев – это больше, чем убийство. Мы надеялись набрать достаточно доказательств, чтобы Иваньков получил пожизненное заключение. К сожалению, нам пришлось свернуть расследование и арестовать Иванькова раньше, чем мы планировали. Вячеслав Иваньков был арестован 8 июня 1995 года в Бруклине. При обыске в квартире изъяты 70 тысяч долларов наличными, документы на автомобиль «Лексус» и счет в банке, где лежало еще 95 тысяч долларов. На суде всплыло все уголовное прошлое Иванькова. И несмотря на усилия известнейших США адвокатов Барри Слотника и Майка Шапира, криминальная слава Япончика обернулась против него. Вот они пишут, врут. Я в четырех стенах. Они что угодно, лгут и лгут. Но статуи свободы я не пытался изнасиловать. Слона в национальном парке у них я тоже не пытался изнасиловать. Луну американцев я похитить не намеревался. Ну что я могу сказать? В 1941 году Перл-Харбор с японцами я не бомбил. Меня с детства просто зовут так. Как принято в России всех. У нас в школе еще всех называли. Почитайте Генеровского, почитайте других. В России так принято. 12 присяжных суда штата Нью-Йорк приговорили Вячеслава Иванькова к 9 годам и 7 месяцам тюремного заключения за вымогательство и фиктивный брак. Бывшая компаниаторша певца Вилли Токарева, гражданка США Ирина Олла, дала показания против Япончика, подтвердив, что была его женой формально. После суда Олла автоматически попала под действие программы защиты свидетелей. Я с тех пор не разговаривал с Ириной Оллой. Она куда-то исчезла. Ее нет нигде. Я ее искал для работы. Здесь была отличная работа для нее. Она прекрасный музыкант. Она просто не тоже прекрасная, а гениальный музыкант. С ней было так легко работать. Она одареннейший человек. И вот она исчезла, она пропала. Потому что, как сказали потом, ее оберегают власти. И предлагали пластическую операцию. Когда металлические двери манхэттенской тюрьмы МСС захлопнулись за Иваньковым, в Москве в здании МВД вздохнули с большим облегчением. Спецслужбы СССР, а затем России, долгое время не могли посадить Япончика. Из-за повальной коррупции в своих рядах. Из-за страха за собственную жизнь. Теперь уже понятно, почему российским правоохранительным органам так хотелось избавиться от Иванькова. И почему все, дружно надеясь на ФБР, так спокойно дали улететь Япончику в Америку. Когда Вячеслав Иваньков был нужен нашим спецслужбам, его использовали, со стороны наблюдая за очередным криминальным переделом. А затем они же списали Япончика в архив. Но очевидно зря. И по крайней мере рано. Летом 2004 года истек срок заключения Вячеслава Иванькова в Америке. С этого момента Япончик сам мог решать свою судьбу. Либо вернуться в Россию, либо найти третью страну, которая согласилась бы его принять. У него был выбор. Он бесконечно долго мог оставаться в Америке. То есть, если он не пожелал бы, его не вправе были бы доставлять. Знал ли Иваньков о заочном обвинении в убийстве двух турок в ресторане «Фидан», предъявленном ему четыре года назад? Конечно, знал. Знал и о том, что в Москве его сразу отправят в тюрьму. Но единственный свидетель обвинения по тому давнему делу живет в Турции и пока не изъявляет желания приехать в Россию. И потому Япончик спокоен. Тот срок, который он сделал в Соединенных Штатах Америки, 10 лет, он вполне может поглотить тот срок, который могут дать за те убийства, которые им инкриминируют в России. И по существу его вынуждены будут отпустить. А то, что его пытаются до сих пор прессовать, я думаю, что... Это лишняя попытка показать борьбу с преступностью. А это не есть правильно. Если он и боится чего-то, он боится, как бы на него не нашелся какой-нибудь соляник. Это он может бояться. Правоохранительных органов при той ситуации, которая у нас сейчас существует, он вряд ли боится. Срок следствия по делу об убийстве в ресторане «Фидан» продлен до 18 ноября. Что произойдет 19-го, не знает никто. Но пока Иваньков будет сидеть в 4-м спецкорпусе СИЗО, матросская тишина. Ну, это, можно сказать, ВИПовский следственный изолятор. Там же содержатся и Федорковский, и другие известные нам фигуранты. Условия? На условия он не жалуется. В камере, где он содержится, там еще... Их всего четверо. Нормальные условия есть, холодильник, есть телевизор. В положенное время бывают прогулки. Питанием он обеспечен. Читает, смотрит телевизор. Причина возвращения Иванькова уже не является загадкой. Ему просто больше некуда ехать. Проведя треть своей жизни в тюрьмах, на свободу он хочет выйти именно здесь, в России. Он мечтает об одном. Чтобы его оставили в покое. Ему 64 года. Не о каком-то главенстве, там, в воровском, криминальном. Он желает и мечтает о том, что с внуком посидеть в речке и рыбку половить. О каких преступлениях может идти речь и совершение их. Сейчас Вячеславу Иванькову 64 года. Для такого человека, как Япончик, с его авторитетом и связями, это возраст расцвета, а не пенсии. Воры в законе на пенсию не уходят. Понятия уйти на пенсию, такого нет. Существует понятие завязать. Завязать вору в законе все равно, что подписать себе смертный приговор. Это по всем воровским канонам, если я не ошибаюсь. Так что, думаю, что пенсия ему не грозит. Я думаю, что это будет роль свадебного генерала. Это будет роль просто свадебного генерала. Дело-то в чем, что большинство преступных авторитетов современности, они не признают воровских законов. Они не признают общаковых законов. Они от них оказываются. Потому что они создали уже свои большие империи. И для него мнение Иванькова, да, может быть, к нему можно прислушиваться. Может быть, можно прислушиваться. Но они при удобном случае его, извините меня, закопают. Без проблем. Если вдруг его решение, его совет будет им не в жилу. Незаурядный криминальный талант Вячеслава Иванькова порождение советской правоохранительной системы, которая всегда играла с ним по своим правилам. Фантастическую популярность и авторитет в уголовной среде Япончик завоевал благодаря советской же тюремной системе, где начальники колонии выстраивали нужную им иерархию заключенных. Высокий уголовный статус дал Иванькову власть в годы перестройки, когда преступные капиталы были легализованы. А затем само время двинуло Япончика в международные криминальные круги. Это уже не были сходки за рубежом. Это были саммиты, презентации, аудиенции. Иваньков всему научился сам. Я горжусь своей жизнью, прожитой жизнью, вне зависимости от того, что она у меня была очень трудная и непростая. Я нигде не дрогнул, я везде шел прямо, я нигде не сделал шага в сторону, налево, и тем более назад. Вячеслав Иваньков очень хотел вернуться на родину. Но в России за время его отсутствия многое изменилось. Преступный мир, который когда-то его короновал, живет совсем по другим законам. Для многих Япончик уже история, и его появление в Москве может кому-то не понравиться. Но больше всех мафиозная слава Иванькова мешает сегодня ему самому. Из истории его возвращения на родину уже сделали голливудский триллер. Япончик обречен быть в центре внимания, как журналистов, так и оперативников МВД. Хочет Иваньков или нет, легенда о Япончике стала частью криминальной летописи страны. Но теперь она работает против него, где бы он ни находился, в тюрьме или на свободе.